Всем привет! Вы на канале KED Program. И сегодня начинается мой 10 видео урок по изучению языка программирования Scratch. Сегодня, как я и обещал, будем продолжать делать Minecraft Story Mode. Сейчас я остановлю видео и сделаю программу, чтобы сократить время моего видеоролика. Я вернусь через 5 секунд. Итак, вот я снова с вами, уже с продолженной программой Minecraft Story Mode. Сегодня я вам покажу само меню Minecraft Story Mode, как я его сделал, что мы будем дальше делать. И покажу, как работать с переменными и что можно с ними делать. Итак, давайте рассматриваясь программу. Сперва посмотрим все то, что мы сделали в первом видеоролике. Вот наша заставка Minecraft Story Mode. И вот наш значок загрузки. Так, давайте начнем. Нажимаем «Играть». Он загружается. У нас скрывается такое меню. Останавливаем. Теперь опять рассматриваем это меню. Чтобы сделать вот такие вот кнопки. «Играть», «Играть», «Затуманенные кнопки», «Переменные волу» и так далее, вам понадобится уметь редактировать картинки в редакторе Scratch. Вот такой вот редактор. Чтобы создать каждую из этих кнопок, я копировал это вот меню. А потом я просто вырезал из каждого нового меню по одной кнопке. И вот, что у меня получилось. Куча кнопок, которыми я буду пользоваться. Так, давайте начнем рассматривать с самой сцены. Вот это у нас меню. Когда шелкнусь по флешку, устанавливаем громкость 100 музыки, прячется и переходит в «Х0, Y1». Это примерно посередине всей сцены. Дальше. Теперь рассматриваем получение сообщений. Давайте посмотрим, что отправляет сообщение. Кто отправляет эти сообщения. Вот. Первое сообщение, сообщение 2, передает нам наша стрелочка. Посмотрим, что он передает. Когда я получу сообщение 2, показаться, передать сообщение 3. Он показывается, потому что стрелочка загрузилась, сцена загрузилась, и теперь можно включать меню нашей игры. И вот, как у нас выглядит оно. Теперь посмотрим сообщение 3. Когда я получу сообщение 3, он сам себе его передает. Он будет начинать играть музыку Minecraft Story Mode, Soundtrack Main, Zame MP3. Ну, это название не важно. Я эту музыку нашел в интернете и скачал ее как MP3 файл. Так, давайте рассматривать дальше. Тогда я получу сообщение 5. Ищем где это сообщение 5. Так, вот я нашел это сообщение 5. Когда спрайт нажат, а именно это кнопка настройки. Это кнопка настройки. Вот она. Вот. Когда вы на нее нажимаете, он передает сообщение 5 вот сюда, вот в наше меню. Когда я получу сообщение 5, он показывает переменную volume. Эта переменная будет отвечать за громкость музыки. Он спрашивает, задайте громкость и ждать. Потом мы задаем переменную volume в значении того, как вы ответите. Устанавливает громкость в значении переменной volume. Дальше. Сообщение 6. Давайте рассмотрим, где оно сейчас. Сообщение 6. Смотрим. Вот. Когда спрайт нажат, а именно кнопка играть, то мы тогда отправляем сообщение 6. Вот сюда вот. И вот у нас он получает сообщение 6. Потом он изменяет костюм на костюм 1. Но этот костюм 1, это обычный черный экран. И он относится к уже другой серии, по которой, когда я буду проводить, сам Minecraft Story Mode продолжает его делать и так далее. Давайте посмотрим остальные спрайты. Возьмем кнопку играть, которая отвечает за меню. Когда мы нажимаем флажок, то он переходит в X минус 181 и Y в 147. Y, как я уже рассказывал, это вертикаль, X это горизонталь. И вот туда он переходит. Смотрим дальше. Когда спрайт нажат, он переходит в сообщение 6. Как мы уже знаем, сообщение 6 переходит в меню и переключает на костюм 1, на черный экран, который мы уже будем продолжать делать в следующей серии. Дальше. Когда я получу сообщение 3, посмотрим где это сообщение 3. А это сообщение 3 находится в самом меню. Когда меню показывается, он переходит в сообщение 3 всем кнопкам, абсолютно всем кнопкам, чтобы они показались. Вот. Теперь. Вот кнопка играть, мы уже рассмотрели. Когда я получу сообщение 6, а сообщение 6 получает наше меню и показывает нам черный фон. Дальше. Кнопка. Кнопка называется учетная запись ТТГ. Я, чтобы не заморачиваться, решил эту кнопку убрать. И поэтому у нас ее нету. Я ее забрал в облако черного цвета. И когда он не будет нажимать, он будет играть в запись 1, а именно запись 1 будет означать о том, что эта кнопка будет теряться. И то, что звук будет играться о том, что мы не можем нажать эту кнопку, а звук будет на английском. Когда я нажму на флажок, то он переходит в X0, Y1. И прячется. Следующая кнопка. Файлы сохранений. Я ее тоже закрыл в черное облако, потому что не хотел ей пользоваться. Ну и это было бы достаточно долго. Поэтому тут все то же самое. Когда я получу сообщение 6, он прячется. И потом загоняем в цикл условия. Если спрайта касается украсить мышки, и мышка будет нажата, он играет звук запись 1, а именно эта запись означает о том, что мы не можем нажать эту кнопку. Ну и так далее. Мой выбор я тоже отключил. И тут абсолютно не та же программа. Звук. Он играет то, что мы не можем нажать эту кнопку. Абсолютно те же условия, абсолютно те же циклы, абсолютно то же сообщение. Дальше. Кнопка настройки. Вот теперь эта кнопка уже не заблокирована в черное облако. Давайте рассмотрим ее. Когда спрайта нажат, он передает сообщение 5. Вот сюда сообщение 5. Как мы уже рассматривали, он показывает переменную волну и продолжает действовать по своей программе. Дальше. Когда флешок нажат, он скрывает переменную волну и задает переменную волну в значении 100. Громкость будет 100. Он переходит в X0, Y1 и прячется. Потом, когда он получит сообщение 3, он покажется. И когда он получит сообщение 6, он спрячется. Дальше. Кнопка выйти из игры. Пока еще не доступна. Я ее тоже закрыл в облако. Выйти из игры. В скретче можно просто нажав на красный указатель. Тут абсолютно вся та же самая программа. Он получает сообщение 6, прячется. Загоняем в цикл условия. Если он касается красной мышки, и мышка нажата, то он играет в запись о том, что эта кнопка недоступна, и вы не можете ее нажать. Теперь переходим к звуку, где мы используем переменные наши. Вот. Когда мы нажимаем по флешку, это наша главная задача, которую мы должны всегда ставить. Он прячется. Когда он получает сообщение 5, давайте рассмотрим, где это сообщение 5. А именно сообщение 5 передает ему настройки. То он показывает. Когда клавиша пробел нажата, он прячется. Скрыть переменную вову. Когда я получу сообщение 6, он тоже опять же прячется. Потому что когда появляется у нас это меню, то нам эта переменная вову не нужна. Она будет нужна нам только в настройках. Итак, вот мы рассмотрели все. Давайте попробуем, точнее посмотрим, что мы сегодня смогли сделать. Извините. Увеличиваем. Вот наше меню, которое мы делали в 5 серии. Если вы ее не видели, зайдите на мой канал на YouTube и посмотрите. Кнопка играть. Сундучок. И стрелка загрузки. Давайте посмотрим. Играть. Вот наше меню. Начинает играть музыку с переменной значения 100. Давайте, чтобы у меня было лучше слышно, уменьшим ее на 10. Вот видите, теперь ее не слышно. Чтобы убрать переменные вову и сам спрайт вову, мы просто нажимаем на пробел, а не убираются. Теперь кнопка играть. Вот наша сцена, которую мы будем продолжать делать через 5 серий. Итак, давайте на этом уже остановимся. Итак, сегодня мы смогли сделать, точнее не сделать, а продолжить делать Minecraft Story Mode. В следующих сериях мы будем продолжать делать костюмы, спрайты и многие другие кнопки. Также мы через некоторое количество серий, мы уже будем делать сам Minecraft Story Mode и наши эпизоды. Чтобы сократить время, я буду делать просто, я сделаю просто один эпизод, а дальше вы уже будете делать сами, чтобы научиться создавать какие-нибудь крутые игры. Итак, на этом мы заканчиваем нашу серию. Всем удачи, всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok.